Бывает в жизни так, что друзья советуют тебе то, что совершенно не соответствует твоему поведению. На первый взгляд, совет на время уехать из города, потому что на тебя объявили охоту не лучший вариант, а скорее временное решение. Но представьте себе ситуацию. Ты всего на втором курсе, накидал четвертокурснику бодрых пиздюль, после чего тебя преследуют все его кореша, знакомые и братья, чтобы отомстить тебе за побои. Хе-хе-хе-хе. Давайте вы, наверное, поставите этому видосу лайк, возьмете чаеху и вкусняшки, а я с самого начала расскажу вам эту не совсем приятную историю. Поясню, почему мне пришлось так поступить и почему в тот момент совет друга спас мне жизнь. Будучи на втором курсе, пребывать в общаге было не так жестко, нежели на первом. Почти все тебя, хоть и вскользь, но знают, за год уже все понимают, кто есть кто, и кого можно нагрузить, нести мусор в час ночи и послать заводкой, а от кого можно и трубу от кровати по горбу получить. Сейчас может быть по-другому, но в 2008 году жизнь в общаге это было нечто. Помню, на первом курсе напротив нас заселили пацанов с нашего потока. Здоровый внешний пиздец, а такие лохи, что я ебу. Боялись драки и все. Таких с первого по самый четвертый курс напрягали выносить мусор с кухни, мыть полы в коридоре и посылать в магаз за их счет. Там у пацанов реально была не жизнь, а каторга, хотя и пацаны сами по себе чмыри были полные, никому никогда не подскажет, не даст писать, да и в общем зажатые были конкретно. Так что карма настигла их по полной программе. И как-то так через жопу формировалась вся жизнь в общаге. Выживал сильнейший, а слабых попускали. Неприятно, конечно, но за всех не потянешь, потому реалии, к сожалению, были таковыми. На втором курсе отношение к нам было более снисходительным, не учитывая лишь одного. Когда пересекаешься на коридоре с подвыпившим старшим. И как-то раз я иду к одногруппнице в гости, чтобы стрельнуть сигаретку и выйти вместе покурить. Да, я тогда еще курил и скажу вам, что из-за сижек неоднократно возникала куча траблов. Прошел в конец коридора, постучал в дверь к девкам и стал ожидать возле окна. Как тут из соседней комнаты вываливается тело, подходит ко мне и просит закурить. Я говорю, что у самого нет сигарет, потому и не угощу. И это терпило, не включая свои мозги, говорит, так пойди и найди. Ах ты ж, сука позорная, чтобы я сейчас ходил тебе сиги искал, ибо ты, будак, не в состоянии сделать этого сам. Короче, без лишних разговоров, табельник этому черту. Пока одногруппница вышла на коридор, я этого рогуля уже топтал на пороге его комнаты. Возможно, другой поступил бы иначе, но не в случае нашей общаги. Там по-другому просто нельзя. Или ты лох, который прислуживает другим, или ты самостоятельный человек, имеющий в первую очередь уважение к себе. И, если честно, ничего страшного в этой драке вроде бы и не было. Это сейчас зафингалы под глазами пишут заявление, а тогда, если ты не прав, никто ничего не писал. Все либо прощалось, либо имело продолжение кулаками. Дождавшись вечера, к нам в комнату ломится шесть типов. Ну и, соответственно, зовут меня на разборке. А в нашей комнате один я со второго курса, остальные на 2-3 года старше. Такие тоже бодрые пацаны, знаете. Один сейчас в СБУ, другой в прокуратуре. Как я к ним попал, походу, есть видео. Если что, я добавлю в описание. Если нет, то расскажу как-нибудь в следующих роликах. Мои товарищи понимали, что я в этой ситуации полностью прав, потому вышли со мной на этаж выше разобрать эту ситуацию. А разговор шел за то, что я, по их мнению, не прав, поскольку навалял пиздюлей их брату за просто так. Что, мол, за спрос сигарет не бьют в табло. Да и вообще, типа, старший имеет право напрягать младшего носить сигареты, потому что так всегда, типа, было в общаге. Ну реально, ребята там жили по традициям тюряги или хер пойми вообще. А меня это действительно очень сильно напрягало. Кто-то с этим смирился, а я не мог жить вот по такому уставу. Принимать вещи такими только потому, что старшие так сказали. Это был полный пиздец. Спор ни к чему не приводил, и окончательное решение было таковым. Выйти с этим упырем еще раз один на один, чтобы наверняка понять, кто есть кто. Ну и в принципе дураку было понятно, что я ему и так накидаю, несмотря на возраст. К тому же представь себе, как быть ему с растрощенным ебальником, который все в шишках до синяках. Драка в таком случае абсолютно нечестная, потому понятно было, что они что-то задумали. А вот что пока не ясно было. Мы разошлись по комнатам и начали размышлять, как быть завтра. Все ребята, кроме одного, были за драку, и лишь Юра мой земель выступал против этого, объясняя это тем, что те братья полностью неадекватны и могут завтра сделать что-то херовое. На следующий день я отправляюсь на учебу, в 3 часа дня после пар намечается стрела, и уже в 12 часов мне позвонил Юра, друг с комнаты, и сказал, что чувака с пятого сдал его сожитель, и рассказал, что в драку он готовит какую-то заточку, и что никто в кулачный бой идти не собирается, что меня или действительно хотят пырнуть, или хотят припугнуть. Так или иначе, мне любым способом нужно было пропасть на недельку-вторую, чтобы вся эта движуха улеглась, а потом без эмоций постараться повторно ее разобрать. Понятное дело, мне не особо хотелось верить в эту историю, но слова и авторитет моего товарища не позволяли мне идти поперек его слова, поскольку он не раз выручал меня в беде, и как бы это ни звучало странным, я реально не мог его не послушать. Он меня приютил, договорился с комендой вахтерши, меня уже и сам декан выгнал с общаги и подписал бумагу, но благодаря ему я все равно продолжал там жить, несмотря ни на что. И в тот момент я понимал, что мне все-таки придется прогуливать неделю учебы, чтобы улеглась вся эта ситуация. И решил я уехать в Киев на недельку-вторую поработать. Угу. Неделю жил я, в общем, у крестного брата, пытаясь найти работу, в итоге, прокатав все деньги, вернулся в общагу, и на удивление ничего не изменилось. Вся эта шайка все так же пыталась поймать меня за углом и навалять пиздюлей. И то, что они могли взять в драку холодное оружие, это факт, поскольку были наглухо отбиты. Но, тем не менее, за неделю ситуация, ну, чуть-чуть улеглась, и уровень агрессии снизился. А пацаны с комнаты сказали, что меня отправили на практику, чтобы те не подумали, что я, ну, типа, спетлял. Хотя, это действительно было так. На протяжении двух недель были попытки развязать драку при встрече, но, как обычно, нас разрывали друзья и знакомые. Все понимали, что уже все доказано, а повторный кипиш никому ничего не принесет. И в тот момент мне, конечно, было трудно смириться с тем, что вот так вот я втихую испетлял от повторного замеса. Но, учитывая совет старшего и результат, который я увидел после, понял, что иногда лучше переждать немного времени, чем сгоряча напороться на более серьезные неприятности. И так бывает в жизни, что, пытаясь разрулить конфликт на горячую, можно преувеличить то, что уже и так на грани. Но лучше дождаться, пока агрессия утихнет, и на свежую голову без лишних эмоций прийти к результату и хоть к какому-то решению. Не зря говорят, что утро вечера мудренее. Потому и этот видос не формула выхода из затруднительной ситуации, а жизненный пример, который сыграл мне на руку. И, возможно, эта ситуация будет полезна и вам. Делитесь этим роликом с друзьями, ставьте лайки. И увидимся совсем скоро.